Доброе утро! Такое, правда, оно мокрое. Мокрое. Капает. Но ветра нет. Вон товарищи собрались на собрание утреннее. Мокровата, да. Зато у меня радость. Мне вчера позвонил Миша из Севастополя и говорит, что они все-таки собрались ко мне приехать. Миша – это наш с Алиной друг. Он живет в Севастополе. Мы переезжали вместе. Ну, видимся мы редко. Прям редко. Потому что у него две девчонки. Работа. Для меня тоже выбираться туда. В общем, я два года не была. В мае будет два года. Как я в Севастополе не была. Но мы с ним виделись в Мурманске. Да. Вот так рядом живем, а видимся редко. Ну, вот, должны приехать. Или сегодня вечером, или завтра. Может, к обеду. Так что жду гостей. Сейчас буду наводить порядок. Собирать свои коробки в кучу. А то кругом одни коробки. Какие у Вити куры засранки. Магазин-то покупаешь, да, они яйца чистенькие. А тут воно какие. Сейчас я их залью. Я когда-то работала администратором в кафе. И там яйца заливали вот содовым раствором. Я, правда, не помню, сколько там, насколько надо. Но сейчас я так разведу соды. И залью их. Потому что каждый раз мыть вот это по яйцу. Что-то прям. Сама-то я не очень яйца так. Но раз гости приедут, то яйца уйдут. Ну вот, пускай теперь лежат. Отмокают. Ой, ну я ворона. Вот, девчонки, представляете? Я с этими своими, блин, болячками и делами меня выпало из головы, что сегодня опять выключат свет. Мало того, что опять у меня перегорела лампочка в машине швейной. Ну что вот, осенью я заказывала две лампочки с Алиэкспресса. Вот практически вообще не шила. Практически не шила. И две лампочки уже, вот, одну выбросила и вторую. Ну, так что у меня вот горит вот эта вот, ну, которая заряжается во время, когда включена. Но её надолго не хватит. Машинка шить не будет. Надо чем-то заниматься. Так, так как жду гостей, надо, наверное, съездить в город, что ли. Вот, блин, а! Выпало из головы. Жду Толика. Вот, смотрите. Вот это привезено на ямочный ремонт. И вот он, ремонт ямочный. То есть дядька тут чего-то лопаткой кидал в эти ямки. И в результате машина проедет. И всё. Вот такой ремонт ямочный. Погода. Не сказать, что холодно. Ну, понятно, что в куртке. Ну, мороси, мороси. Толик, как всегда. Сейчас приеду. Я уже собралась. Мусор сходила, выкинула. Вот стою тут, думаю, что мне делать. У меня вот тут лужа постоянная. И так думаю, а может мне вот отсюда сгрести лопаткой. Тут вообще никому не надо. А Толика всё нету. Надо, мне посоветовали минерал купить без газа. Да надо купить, поесть чего-то. Да приедут две девицы. Конфет-то у меня много. А вот яблочков, мандаринчиков. Ну и так что-то поесть купить. Потому что у меня пустой холодильник. Я же на диете. Вот ещё мне посоветовали замачивать гречку в кефире. Тут надо кефир купить. В общем... Да и дома-то чё сидеть без света? Мне это так на нервы действует. Вот он. Вот он едет. Хожу, смотрю. Вот тут одно и то же. Никогда ничего интересного нет. А это что? Чё с тобой такая маленькая? Маленькая. Маленькая. Досочка. Так, сейчас ещё вот в аптеку заеду. Что-то мне этот панкреатин не помогает, Мишиша. Смотрю, двери грязнющие мыть надо. Так, ну чё, свет дали. В четвёртом часу Миша позвонил. Сказал, что приедут. Ну, приедут. Пока он у старшей-то в школе каникулы. Маленькую заберёт из детского сада. Жену Полину заберёт. И приедут. Ну, это уже к вечеру дело будет. Так что жду. А я... Ребят, жду. Делами занимаюсь. И забыла про закат. А гляньте, вон, какая красивая полоска осталась. Сейчас найду им тапочки. Должны уже скоро приехать. Так что я с вами пока не прощаюсь. Ну что, время полдевятого. Мои только едут. Сейчас, говорит, заедем в магазин. Чё ездить в магазин? Я уже съездила, всё купила. Миша, говорит. Может быть, тебе чего-то хочется. Я говорю, да я сижу на воде на одной. Острый панкреатит. Оказывается, вообще есть ничего нельзя. Мало того. Ещё лежу на грелке на ледяной. Но, мои хорошие, боюсь, как бы не пришлось мне в больницу ложиться. Очень бы не хотелось. Но посмотрим, ладно. Чё будет. Вот такой двор мой в темноте. Ну ладно, я их жду. Видите, вы знаете, довольно тепло, однако. Ну-ка, сколько там градусов-то? Я вышла в кофте, вот стою, тепло. Может, потепление к нам идёт. Ну-ка, сколько у меня тут? Плюс шесть или семь тепла. Для полдевятого вечера это очень даже ничего. О, господи. Ну, чё, где они? Жду-жду. Приехали. Ничего себе! Какая машина-то? Здравствуйте, товарищи! Здорово! Не видно. Привет! А где девушки? Выбросили по дороге. Привет! А чё, где они есть-то? В машине. Так-то вы тряхиваете детей-то. А можно я тут? Я уже думала, не доеду. Да, так беги. А куда лежать? Я тут же в этом. Ой, батюшки мои! Батюшки мои! Большая-то какая! Господи, Женя! Батюшки! А Лера-то какая большая! Вот что значит, видишь, редко детей. Заходите, заходите. Ну, так я и говорю, уже большая совсем. Господи, как... Вот, не успел приехать, уже мангал пытается разжечь. А у тебя, у самого, свой дом. Дом не интересен. Дом не интересен. Огонь горит, прям как летом. В темноте. Я говорю, в темноте тут что-то колотит. Да так бы положил, сгорит, нет? Так, вот жена идёт. Красотка! Господи! Видите, какая красота? А запах! Ой! Ой, девочки! Раздразнили. Ага. Ничего, я сейчас приду, водички попью. Минералочки. Без газировочки. И всё. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует...